Боялись получить квитанции с новыми расчетами за вывоз и утилизацию мусора. Теперь стоит опасаться прямо противоположного. Региональный оператор, который с нового года ответственен за назначение и собираемость платежей, а также организацию работы подрядчиков, пропал. Деньги не собраны. Чем и кто будет рассчитываться за отработанный месяц? Почему произошла заминка и насколько все серьезно, постарался разобраться Максим Сизых. На этой неделе социальные сети наполнились колоритными снимками с грудами невывезенного, от подъездов мусора. В комментариях горожане предполагают, что начинается мусорный коллапс в связи с реформой в этой сфере. Однако, как удалось выяснить, у подрядчиков из-за морозов попросту сломалось несколько мусоровозок. Ситуация форс-мажорная, но поправимая. Однако, волноваться действительно есть из-за чего. По словам исполняющего обязанности мэра города Сергея Клеменка, ответственный за весь цикл оператор, напомним, он находится в Братске, до сих пор не выставил населению и организациям счетов. Таким образом, исполнители рискуют не получить за уже проделанную работу деньги. Большое опасение возникает. Почему? Потому что, если на сегодня не организован процесс выставления счетов, получения финансового источника для того, чтобы организовать работу, то у регионального оператора может не оказаться средств рассчитаться с подрядчиками, которые осуществляют весь этот процесс. Река оператора осуществляют не своими силами, а сохранив действующую схему по договоренности. Вот задействованы наши городские организации, их три. Это ИП Блинников, ООО «Спецавтосервис», это Андрей Анатольевич Царев, руководитель этой организации, и наш полигон по безвреживанию, стройфирма Анатольевич Киселев, вот они все свои обязательства сегодня выполняют. Процесс работает. Но они наработали январь. Сейчас идет переход к стадии взаиморасчетов. Если подрядчик по каким-то причинам не сможет с ними рассчитаться, они попросту, как любая организация, вынуждены будут встать, потому что экономику никто не отменял, и экономические законы, к сожалению, они действуют так, как они действуют. На них повлиять невозможно. Поэтому вот все эти опасения и побуждают меня об этом говорить, потому что если что-то будет в негативную сторону склоняться, ну, уже будет понимание, почему. Наша редакция попыталась связаться с региональным оператором. Дозвониться удалось только до клиентского отдела. Там пояснили, что директор находится где-то и в какой-то рабочей командировке, а заместитель также отсутствует. О причинах, почему до сих пор жители предприятия не получили счетов за вывоз мусора, ответить затруднились, но клятвенно заверили, что это будет сделано до конца следующей недели. Сложилась забавная, с одной стороны, ситуация. Многие горожане опасались получить квитанции с немалыми цифрами. Теперь же стоит переживать, почему их нет. По словам Сергея Клеменка, на самом деле оплата, если и вырастет, то ненамного. Поскольку законодатель дал право области определить, брать с квадрата или с человека, и они определили, вот у меня есть приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, где четко определено, что с квадратного метра, поэтому на данный момент без разницы, 8 человек, 2 или 1, вот сколько квадратов в квартире имеется, там или в дом, то вот от этого и будет вестись расчет. Пока так. Если что-то поменяется впоследствии, значит поменяется. Возможно, это и было сделано, оценив. Мы, собственно, всегда платили с квадратов. Эта сумма была зашита в тарифах управляющих компаний, там или, там если на самоуправлении с подрядчиков. Насколько больше или меньше нужно будет платить за мусор, станет ясно все же, когда придут квитанции. Возможно, расходы действительно сократятся. Ведь ранее независимые управляющие компании либо подрядчики могли предъявлять цену, взятую с потолка. Нынешняя 3 рубля 13 копеек за квадратный метр была утверждена аж министерством по тарифам. И, как следует со слов Сергея Клеменка, правительство области решило не учитывать количество проживающих. Несложно почитать, что обладателю квартирки в знаменитые 33 квадратных метра придется в идеале раскошелиться на 103 рубля. Максим Сизых и Александр Панкратев. Информационная программа «Северный город».